37 глава книги Прока Иеремии Иеремии и Сафонию сына Моасеи, священника, к Иеремии пророку сказать, «Помолись о нас Господу Богу нашему». Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный. Между тем войско фараонов выступило из Египта, и халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышавшие весть о том, отступили от Иерусалима. И было слово Господне к Иеремии пророку. Так говорит Господь Бог Израилев. Так скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне, вопросить меня. Вот войско фараонова, которое шло к вам на помощь, возвратиться в землю свою в Египет. А халдеи снова придут и будут воевать против города этого, и возьмут его, и сожгут его огнем. Так говорит Господь, не обманывайте себя, говоря, непременно отойдут от нас халдеи, ибо они не отойдут. Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы каждый из палатки своей и сожгли бы город этот огнем. В то время, как войско халдейское отступило от Иерусалима по причине войска фараонова, Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа. Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени Иерия, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав, «Ты хочешь перебежать к халдеям?» Иеремия сказал, «Это ложь, я не хочу перебежать к халдеям». Но он не послушал его, и взял Иерия, Иеремию, и привел его к князьям. Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу в дом Ионафана Песца, потому что сделали его темницею. Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, царь Сидекия послал и взял его, и спрашивал царь его в доме своем тайно, и сказал, «Нет ли слова от Господа?» Иеремия сказал, «Есть», и сказал, «Ты будешь предан в руки царя Вавилонского». И сказал Иеремия царю Сидекии, «Чем я согрешил пред тобою и перед слугами твоими, и перед этим народом, что вы посадили меня в темницу? И где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря, царь Вавилонский не пойдет против нас и против этой земли? И ныне послушай, государь мой царь, да падет прошение мое пред лицо твое, не возвращай меня в дом Ионафана Песца, чтобы мне не умереть там». И дал повеление царь Сидекия, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы Хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе. И так оставался Иеремия во дворе стражи. Продолжение следует...